Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Всё на виду» и я, Алмаз Тугай. С вами программа «Всё на виду» и я, Алмаз Тугай. Ситуация требовала от стражи порядка большого профессионализма, ведь никто не знает, что на уме у вооружённого хулигана. К счастью, операция прошла весьма успешно. Более пяти человек попали в полицейский участок. Находившийся при них пистолет был благополучный изиат. Сурово закончилась разборка в одном из ночных клубов столицы. Не сумев доказать свою правоту кулаками, разъярённый молодой человек сел за руль своего автомобиля и буквально снёс своих соперников с ног. Попавшим под колёса молодым людям после этой встречи пришлось какое-то время походить на костыля. А буйный молодой человек объяснял своё непримерное поведение в правоохранительных органах. Вооружённого гостя столицы удалось задержать астанинским полицейским на прошлой неделе. Оперативная информация, что молодой человек перевозит в машине оружие, подтвердилась. Автомобиль Nissan попал в объектив камеры видеонаблюдения на одной из центральных улиц города. Удалось зафиксировать номер машины и проследить дальнейшее направление правонарушителя. А задержать молодчика – дело техники. Уже через пару минут автомобиль был остановлен сотрудниками Дорожно-патрульной службы. Уличные драки уже по праву можно назвать отдельным видом спорта и довольно-таки массовым видом спорта. Едва ли не каждый второй когда-либо ввязывался в стихийные потасовки. Столичные камеры наружного наблюдения каждый день фиксируют десятки случаев откровенного мордобоя. Чего не хватает современной молодежи – непонятно. Вот эти молодые люди направляются на одну из таких разборок. Сам процесс кулачного боя в объектив камеры не попал. Но представить, что сейчас происходит за углом этого дома, несложно. Это понятно потому, как переживает эта девушка, которая, сплошившись за голову, спешно вызывает полицию. Кстати, надо отдать должное стражам порядка. Они прибыли весьма оперативно. А это один из ресторанов Астаны. Омрачили ежедневную вечернюю посиделку гостям заведения две подвыпившие компании. Подогреваемые алкоголи молодые люди как будто даже не замечают, что на улице уже приличный минус. Самый буйный драчун в качестве оружия решил использовать насос. Казалось бы, совсем безобидная, а иногда и спасительная вещь, стала грозным оружием в руках пьяного мужчины. Благо товарищам удалось отобрать у хулигана насос до того, как он успел кого-то погалечить. Надо сказать, что усмирить брыть с драчунами сразу получилось и у полицейских. Пришлось доставить хулигана в отделение полиции. В последнее время предприимчивые граждане превратили более или менее проходимые места в торговые площади. В ход идет все. Стихийные рынки расположились даже вдоль тротуаров и подземных переходов. И ладно, если бы продавались там законные вещи. Но ведь иногда наш человек не прочь приторговать и контрафактом. Облавы на любителей подзаработать на чужом интеллектуальном труде проводятся регулярно. Но спустя некоторое время прилавки из контрафактной продукции вновь занимают свои торговые площади. Вот и в этой подземке современные пираты примасились между торговых рядов и преспокойно реализовывали свои компакт-диски. Правда, продать все записи не удалось. Часть из них изъяли подоспевшие стражи порядка. Недавно Министерство внутренних дел официально озвучило информацию, что штраф за пьяную езду увеличится. Уже совсем скоро штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде составит почти миллион тенге. Что ж, возможно, с ужесточением санкции аварии на отечественных дорогах станет меньше. Пока же количество ДДП на прежнем уровне. И виновники им не всегда пьяные водители. Взяли такой разгон, что притормозить в аварийной ситуации не удалось. Подмороженный асфальт сделал свое дело. Осколки столкнувшихся автомобилей разлетелись в стороны. Виновник этого дорожно-транспортного происшествия очевиден. Само место столкновения в объектив камеры не попал. Но от мощного удара внедорожник весом в несколько тонн буквально выбросило вперед. А затем развернуло на 180 градусов. Такого исхода поездки явно никто не ожидал. Легкая спешка привела к легкому столкновению. Пытаясь подрезать на повороте идущий позади автомобиль, белая легковушка получила удар. Благо все закончилось более или менее удачно. На этом видео в объектив камеры попала только одна автомашина. На самом же деле в тот день на дороге столкнулось аж три железных коня. О том, что в ДТП поучаствовал третий автомобиль, можно понять потому, как отпрянула назад белая легковушка. Именно в этот момент столкнувшийся с ней автомобиль, сзади протаранила еще одна машина. Довольно-таки серьезным повреждением привела и эта авария. Гололед сыграл с авторубителями злую шутку. Оба автомобиля получили приличные повреждения. Благо водители серьезно не пострадали. Время около пяти утра. Пустующий перекресток не предвещал никакой беды. Но уже через пару секунд здесь произойдет серьезное ДТП. Мчащийся на скорости микроавтобус буквально снес с пути, совершавший поворот налево автомобиль. От удара легковушку разворачивает. И она уже с задней части ударяется о тот же фургон. Тот, в свою очередь, не избавляя скорости, выезжает за бордюр и сметает с пути светофорный объект. Следовавший в попутном направлении черный автомобиль только чудом не становится третьим участником ДТП. Водитель Фольксвагена надеялся проскочить в проезжую часть, не рассчитав скорости движения другого авто. В результате чемчащийся серебристая Тойота таранит жука в Болк. Дорогостоящий ремонт грозит обоим водителям. С вами была программа «Всё на виду». Нам есть что показать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова